Музыка Передача вперёд! Вот момент! Ах, хорошо! Так по-футбольному была сделана эта передача. Сергей Шмелёв атакует передачей Йоки-Паки. Йоки-Паки как приложился по шайбе. От души! Ну что ж, бросать этот защитник умеет. Давайте вспомним. Ну, чуточку попозже. 56 шайб он уже пропустил. Ну, без учёта сегодняшнего матча отбил 715 бросков. Экэффициент его надёжности 226. Да, преимущество у Йокерита, но это не значит, что... Ох, какой момент! Айда Бочаров! Айда Бочаров! Ошибся! Ой, как ошибся! Янис ещё одна передача. Это ёпки-пака. Ну, сыграл красиво. Да вот только перехват состоялся. И контратака. Ну, где-то элемент везения сейчас был. А удалось бы удачно принять эту шайбочку. И бросок сходу мог бы состояться. Вот как сейчас. Момент и гол. Вот так вот. Вот так вот развиваются события. Вспомните мои слова, дорогие друзья. Я думал, вы и сами об этом подумали, что полны решимости финны уйти на перерыв хотя бы с ничейным результатом. А кто добился успех? Сочинцы продолжают атаковать. Там Томилин был с шайбой. Вновь она у него. И по-бобровски так хотел Томилин забросить эту шайбу. Но нет, нет. Янис Калнич на месте. Вновь он выиграл. Нужно сторожат красную линию хоккеисты в белой форме. Можно играть. Нет офсайдов. Но настолько близко находились друг от друга сочинские нападающие. Что, конечно... Какой момент. Все-таки они выжили, сочинцы, из своих атакующих действий. Томилин. Один вираж, второй. Ну, долго, долго все-таки шайбу контролируют. Момент. И все-таки. Все-таки дожимают. Все-таки дожимают оборону йокерита хоккеисты с Сочи. И мы поздравляем Артема Томилина с его второй шайбой в нынешнем сезоне. Можно играть. Вот момент. Бросок. Молодец. Вот прочитал все. Лепестю. Видите, как со злости. Ударил слегка клюшкой по плексиклассовому защитному щиту. Неплохая у него была позиция. Йокерит быстро успел отойти на свою половину пуля. А это Кристиан Бесовайнен с шайбой. Ну и подключение защитника по лоднике. Ахалиха обыгрывает и гол. Как повторяется сценарий первого периода. Да. Да, мне кажется, все-таки Йокерит чуть-чуть поточнее играет. Ну, я уже говорил в начале репортажа. Главное, не давать им свободного льда. И вот, пожалуйста, 3-2. Йокерит выходит вперед. Тут поздравляют Йонасу, Джон Норман в объятиях. И 3-2. Но ошибаются при передачах и гости. Мозес владел шайбой. Ошибка. И вот Моат. Момент. Бросок. Гол. Вот это развитие событий. Вот это развитие событий. Ах. Самоуверенно действовали хоккеисты Йокерита. И в меньшинстве сочинцы восстанавливают равновесие. 3-3. Весалайнин. Грант. Бросает. И прощают сейчас гости. И все-таки со второй попытки они используют численное преимущество. Ну, хоккей сегодня, я вам скажу, действительно на удивление. Результативный Джон Норман добивает.